Ну, ожидалось, что он тут будет, конечно, биться как один из самых высокооплачиваемых игроков планеты, и во-вторых, как совладелец одного из самых знаменитых клубов мира. Но, видимо, еще и Роналдо не в порядке. Хотя в матче против Барри он, конечно, блеснул великолепной игрой в то небольшое количество времени, которое он провел на поле. Пенальти сделал, сам забил и сделал вторую игру. Ну, а Спартак отдает мяч Титову. Титов дальше еще на ход, но не очень точно Цимбаларю. Цимбаларь потерял, но все получилось как нельзя. Лучше удар, поворотом, штанга, гол! Гоу! 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 Несчастье, наконец-то, должно же было надпиоднеться. Тихонов мощно пробил в дальний угол. Наверное, чуть-чуть дотянулся до мяча Польюка, потому что мяч, может, мне показалось, коснулся руки, ударился о штангу, отлетел, ударился опять о Польюку и оказался в сетке ворот. Смотрите, какой мощный удар. И вот мяч попадает в Польюку, в плечо, и отскакивает в сетку ворот. Польюка здесь ни при чем. Больше всех здесь виноват. И на все 100% и Тихонов, и плюс немножечко фортуна. Без нее в футболе никуда. 1-0 впереди Спартак. Вот как выглядит фантастически совершенно стадион. Ну, просто-таки красавец. Еще и от того он красавец, что столько спартаковских поклонников. Это все Спартак. И это все еще 15 миллионов. И мы с вами, и я немножко. 1-0 впереди Спартак.